Приветствую всех, уважаемые! С вами, как всегда, Видеотекер. Правильно, а кто же еще? Продолжаем проходить Виссис Зе Полис. У нас с вами 13-я несчастливая серия. Посмотрим, насколько данное число окажется правдивым в данной игре. Сегодня в элитной галерее художественная выставка моей дочери. Дам. Сын попал. Дам. Все? Все. А теперь погнали. Работаем. Как вы прекрасно помните, в предыдущей серии я потерял сразу 5 человек. Это, конечно, жесть. Так. Джек, мы получили жалобу от комитета по защите прав человека. Они утверждают, что полицейский департамент практикует пытки. Якобы кто-то едва не умер. Нам стоило гигантских трудов заткнуть их. Ты серьезно подвел нас, Джек? Роджерс, а как правильно? Похую или похую? Я выполняю задачу. Я как Конор из игры Детройт стать человеком. Бородатый мужчина в байке... В байке? С капюшоном? Нервно озираясь по сторонам, зашел в фойе офисного помещения. Молча оставил за колонной черный пакет и тут же скрылся. Охранник погнался за бородачом, но тому удалось скрыться на улице. Вот так вот лучше всего. Давай, коти, тащи, молодняк, тащи. Просто берешь и тащишь, понимаешь, коти? Я знаю, все понимаешь. Не зря ты у меня элитный боец спецподразделения видеотекеры. Уволю. Да и хрен бы с ним. Мне не настолько нужны деньги. Мы прям-таки обязательно видели. Обязательно надо было со следователем. В страховую компанию Ренчуренс Групп Фриберг забежали несколько вооруженных людей. Они стали громить офис и избивать сотрудников. Один мужчина достал пистолет и стал угрожать молодой сотруднице, что убьет ее, если ему немедленно не вернуть все деньги. Сотрудник компании, вызвавший полицию, сообщил, что напавшие пьяные едва держатся на ногах. Да, они, блин, не соображают, что говорят. Так, полностью эвакуирует... Нет. Полностью эвакуирует здание. Угу. Да нет. Убедиться, что люди на безопасном расстоянии. Ага. Эти нахрен. Вот каким образом, главное, трое выжили, а трое не выжили? Если бы он подорвал бы здание, все бы не выжили. Это какие-то неправильные условности, ей-богу. Так, давайте. Позвонила уборщица и пожаловалась на подозрительного мужчину, который бродит возле забора. В это странных мэри уже полчаса отрется возле забора и пялится на детей. Приезжайте, арестуйте его. Да он пьяный. Конечно, мне как бы и не жаль. Это мелочь. 120, 130, 150, но... Пьяхо. Обидненько. Расследование исчезновения. Ну да, пьяный держался за забор. Кто бы сомневался. Исчезновение. Расследование началось. Группа подвыпивших рабочих собралась у проходной и протестует против урезания количества смен и отмены льгот. Руководство хлебзавода игнорирует митинг и требует от полиции разогнать недовольных. Разгоним. Прямая задача у нас в этом городе. Вот это охренеть у них полицейский департамент. Что это такое? Вот это главный обычный дом, а это полицейский департамент. Это ж пиздец. Вот так. В гетто. В гетто я не поеду. Миссис Фрайт сообщила, что в подвале заброшенного дома торгуют не зарегистрированные оружием. Да нет автоматов, но пистолетов хватает. И торгуют им юные мальчишки, фактически дети. Блин, ну не могила, но... Я обязан выполнять свой долг. Вот просто обязаны все. О, митинг разогнали. Трое мужчин обедали в небольшом ресторане, когда с улицы по ним открыли огонь два злоумышленника. Одного убили на месте, а двое перевернули стол и стали отстреливаться. Вскоре к месту подъехало несколько машин с вооруженными людьми, которые подключились к перестрелке. Здесь очень много мирных граждан. Многие из них в шоке. Спешите. Ничем помочь не могу. Отказаться. Если игра каким-то образом убьет офицеров, когда они вот вышли втроем, вот они втроем вышли на дело, эта игра официально распишется, что на Йодское. Ограбление. Торговый центр Everyday. Every day, every night. А, тьфу! Ты ё-моё, это можно и вызов. Я вам сейчас устрою самосуд. Если этот придурок сам врезался, при чём тут дальнобойщик? Большая часть людей, участвовавших в перестрелке, убиты, либо тяжело ранены. На улице двое мужчин продолжают стрелять по ресторану. На улице. Во! Чётко. Чётко-те-чётко. Что, блядь? Чего? Игра. Ну ладно, у меня ещё детективы есть, но... Я, конечно, всё понимаю. Пятерых детективов у меня просто замочили. Из-за чего? Почему? Зачем? Игра, ты... Меня наябываешь, игра. Вот просто вот и... Что ни на есть, самым наглым образом. Восьмерых. Восьмерых за смену потерять. Сколько раз я играл в эту игру, во время расследования у меня ни разу пять детективов не сразу не умирали. Это что такое? Естественно, завершить день. Хе-хе. Объявить мёртвым, естественно. Переигрывать из-за этого я не собираюсь. Опять у нас это сюжетная линия о бедном мистере Боуди, от которого ушла жена. Да будь ты крутым, ну. Во. Хорош. Что это за хер, мистер Фрай? Я не знаю, вот они не такие. Я частный детектив, я ищу вашу жену. Ну так рассказывай. Вот как бы я б себя вел на месте с Джекой. Ну да, а то я уже и забыл, да, Боид? Давай рассказывай, где моя жена и где этот сосунок. Мне не холодно, да и стесняться тут нехуй. Рассказывай. Ну и че? Ну у него нет столько власти, сколько есть у шефа полиции. А вот теперь, как бы было бы на самом деле. Мистер Боид, просто взял бы и прострелил ему колени. Позвонил бы своим работникам, Янси, Перси, кому угодно. Велел бы утащить его в полицейский участок. И там бы просто устроил бы ему ночь 33 удовольствий. На любой вкус. Любой человек бы в любом случае расковался. А не тот вот этот идиотизм, который здесь предлагают за сюжет. Такой человек, как мистер Боид, сделал бы именно так. А не попросил бы просто этого типа снять ботинки. Я просто, как зритель, воспринимаю непосредственно данную историю и делюсь с вами моим хорошим мнением, как бы оно было бы на самом деле, если бы Боид был таким вот, каким он себя выставляет. Он бы не стал бы убивать этого фрая. Он бы просто бы его ранил, позвонил бы в полицию и утащил бы к себе. И там бы расколол бы его сто процентов. А если бы не расколол бы, откачал бы и потом опять бы расколол. И все равно бы он узнал бы и решил бы все проблемы. Абсолютно все. Так что те, кто писал сценарий непосредственно сюжета здесь, здесь просчитались, на мой взгляд, причем конкретно. Потому что это не похоже на вот поведение этого мистера Бойда, каким пытаются его выставить. Меня пригласили в массовку. Иди. Я слишком устал. Нет. Постоянно отпрашиваешься с того, работай. Вот, кстати говоря, ребят, можете спокойно, с аргументами. Вот напишите, пожалуйста, правильно ли я считаю или нет. Слишком жестоко или нет. Но вот по факту человек, вот как Бойд, я имею в виду перекладываем все, как если Бойд бы существовал в реальности. Шеф полиции. К нему пришел человек, который знает и говорит откровенно, что знает ту информацию, которая ему нужна. И говорит, что я вам не скажу. И вот этот шеф полиции, который весь из себя крутой, не считается ни с законом, ни с кем другим, он его просто так отпустит. Ну, серьезно? Нет, ну, ну, блядь, ну, ну, серьезно? Да нет, конечно. И решил бы все проблемы и с любовником и с женой, и с ее троюродной кошкой. Так, открыли новый бар. Теперь у меня алкаши полезут просто из тех щелей. Хорошо. Блядь, это делать. Так, три линии, четырех не хватает. Второй линии даже не хватает. У меня, блин, смена Б просто вымерла. Учитель химии сообщил, что выпускник стоит на краю крыши. Его давно травили одноклассники за то, что он не скрывал своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Помехи на линии. В видеоиграх это я не приемлю. Туда и дорога. Во время выставки анималистической живописи в галерее ворвались вооруженные люди в масках. Убили двух охранников и стали складывать в сумки картины. Некоторые из которых стоят сотни тысяч долларов. Ух ты. Это деду надо. вот это вот вся ситуация вот сейчас с Бойдом это конкретный просчет сценаристов лично на мой взгляд ребят что ну охренеть теперь ну на сработала тревожная кнопка в магазине электроники на звонки в магазине не отвечают хотя рабочий день в самом разгаре группа молодых людей заблокировала въезд и скотобой не скандирует мясо это убийство в руках митингующих яркие плакаты оружие очевидец не заметил никогда не понимал и не пойму ребят вот мое личное отношение никогда не понимал и не пойму вегетарианцев витрина магазина разбита внутри двое крупных мужчин с пистолетами один обчищает кассу другой несет телевизор на полу скоростью из покупателей кассира не видно да возьми он тот с польским экраном грабитель замечает полицию мужчина с телевизором бежит к своему пикапу а другой вытаскивает кассира за шиворот из-под прилавка приставляет пистолет дайте нам спокойно уехать да ну проваливать а я думал реально сейчас убежит так мясо это убийство ну хрен с вами для человека для любого человека если только нет каких-то там специфических генетических заболеваний мясо основная еда жареная вареная тушеная какое угодно но мясо это основная еда вокруг которой крутятся все возможные виды гарниров но мясо надо есть всегда лиза гулин спешила на прием к частному стоматологу и случайно зашла не в тот кабинет внутри я увидела людей в белых халатах масках клуба какую-то очень подозрительную технику и порошки ярких цветов они там точно наркотики делают ебанулась мистер бут я решил построить новых так некоторых придется окунуть цемент скорее бы вот я получил возможность тебя арестовать засранец производство котиков так патруль пытается остановить черный джип за превышение скорости новый ответ получил очередь из автомата у меня теперь бойцов просто дофигище скорее бы скорее бы обновилось вот это все дело я бы нанял бы себе еще потому что у меня смена бы явно просаживает 55 долларов я тебя убью просто убью так высовывается темнокожий подросток с автоматом и стреляет стрелять по колесам о джип пресс переворачивается так не надо окружать он может убить выползайте может убить таранить на все так миссис ландарди выглянула в окно и увидела странного высокого мужчину который раскинул руки мне кажется он совершает какой-то сатанинский ритуал че я все понимаю бдительность конечно важна безусловно но с этой бдительностью перебарщивать не надо это так до идиотизма доходит сто процентов ложный вызов сто процентов ну что он там ради чего он там мог раскинуть руки вот можете пока написать в комментариях я даже не представляю обычная пуговая естественно пожилой охранник сообщил что запер в галерее парня который разбил молотком одну из статуй выставленных в рамках проекта эрес энтанатос можете не торопиться он там один двери здесь крепкие на окнах решетки а другие статуй мне не жалко пусть крушит эту порнографию галерее эрес энтанатос хэ надо запомнить у вас недостаточно верных кадров вандализм о задержали ну естественно задержали четыре хороших офицера максимально прокаченных максимально жестких день 96 в кино сегодня будет новый фильм чё? нет да нет это уж наглость я конечно все понимаю по семейным обстоятельствам я всегда отпущу опачки так смена а две с половиной смена б раз два три четыре пять шесть то есть шестерых можно спокойно на смену б или себе половина прикол так во по полной просто экипировался результат запроса нормально недельное жалование супер департамент жилья Фрибурга выселяет из дома 60 пенсионеров строителей которые более 10 лет назад получили жилье на льготных условиях за вклад в развитие города сейчас большая часть этих людей вышли на улицу и требуют чтобы их оставили в покое и позволили дожить их в старом доме им дожить в старом доме так Ванда Паркер пенсионерка возглавляющая демонстрацию сообщила что они не зарегистрированы в квартирах о косяк предоставленных властями добавим что они жили по временным регистрациям которые обновляли каждый год в мэрии подчеркнули что официально в этом доме никто не живет пара пара так что никаких проблем с выселением бомжей быть не должно если бы это был просто какой-то беспредел ну здесь все по закону ничего ты тут не скажешь так разогнать демонстрацию силой да и все алло полиция я выносила мусор и услышала как в баке возле моего дома что-то тикает так во время урока английской литературы в класс бежала дикая собака и начала бросаться на учеников каким образом ее пропустили в школу прибывший сотрудник центра по контролю бездомных животных вел себя очень вызывающе и желая впечатлить детей достал настоящий пистолет и попытался пристрелить пса в последний момент пес резко дернулся и мужчина попал в школьник пиздец учитель набросился на стрелявшего и тут же получил пулю в живот ёпт твою ж бога душу мать вот придурок подозреваемый заплакал начал кричать что все вышло случайно и скрылся в подвале я тебе сейчас звучусь случайно звучусь случайно тихо ли старинные часы с кукушкой естественно так в подвале в темноте виден силуэт мужчины который сидит охватив колени громко хныкает и баромочет под нос что этого не должно было случиться медленно отшвырни пистолет ага подозреваемый вытирает слезы резко вскакивает и кричит что не собирается в тюрьму в руках у него пистолет блять ударить шокером терминаторы мои ух правозащитница бетти медина сообщила что в питомнике для бездомных животных работает многочисленная группа садистов которые издеваются над зверями и калечат их и даже убивают я долго следила за этими монстрами и готова предоставить все необходимые доказательства без человечных поступков задержать звезда сериалов Мануэль Торребланка выходил из салона красоты но его заметили поклонницы и возбудились так что начали рвать на нем одежду актеру удалось сбежать и запереться в салоне красоты скорее они пытаются разбить витрину кричит ну такой шанс выпадает раз в жизни он поклонится помехи на линии иди в жопу я могу себе позволить о, сдержали вот это правильно ой нет больше звезды сериалов затрахали до смерти так поступило анонимное сообщение по окружной дороге едет фура с замороженным мясом и везет героин спрятанный в коровьих тушах фуру сопровождают вооруженные люди ооо да мне даже в какой-то степени стыдно за этого тарейблан не не люблю я мыльный опера ладно был бы он героем боевиков несколько вооруженных мужчин бежали в храм и начали пилить золотую статую муды вот так стараюсь по колесам джипа сразу и все и все вы у меня прокачаны и просто вот до нельзя прокачаны поэтому в любом случае вы у меня должны правильно все делать только если не по какому-то идиотскому игровому рандому у вас там что-то не получится попытка ограбления отказаться изи так что тут продавец Рейнальда Котта увидел как из-за спины темнокожего посетителя выпал пистолет который тот быстро отхватил и снова спрятал а затем как ни в чем не бывал продолжил выбирать макароны мистер Котта боится что парень что-то задумал позвонил мужчина на грани истерики скорее на мой дом напали вороны их так много что небо потемнело карка не слышно даже если заткнуть уши они обложили весь дом лезут из-за всех щелей и угрожают моей семье да ну кто же бредятельно спецназ из-за этого гонять это явно ложный вызов на въезде в город автомобиль подрезал фургон который перевернулся и вылетел с дороги из кузова стали выводить десяток иностранцев которые предположительно нелегально ввезены в страну для работы на стройках Фриборга на сяненька на месте аварии очевидцы видели вооруженных людей идеально пока работаем вообще без каких-либо нареканий шла нифига себе ну я себя не могу потерять ну естественно позвонила девушка у которой только что отняли сумку возле банкомата он подошел сзади и приставил к моему горлу нож я отдала ему сумку и он убежал а я как раз ползарплаты сняла опа возле перевернутого фургона стоит легковая машина и небольшой грузовик куда трое вооруженных людей грузят последних нелегалов протаранить грузовик какая погоня прострелить в грузовику шина и все погоня блин так исчезновение у вас есть все нужные кадры вот тебе здрасте так вот тебе здрасте вот тебе вот покрасьте вот тебе посмотрите вот тебе уйти все блин пердюха скотти не успеет приехать идеально что это блять за индивидуум такой что янся не смог его остановить о волю хотя бы никого не потерял и на том спасибо вашу мать просто вот не пришел и все можно ой похорон то сколько сегодня будет торговый центр пришла женщина вешаная взрыв ого она подожгла магазин детских товаров а затем села молиться очевидцы утверждают что она ждет божьего знака чтобы сделать бум-бум так алло это Билл Баклер Билл Баклер это не ты с фермы я позвонил в секс по телефону и попросил соединить меня с блондинкой с самой большой грудью но на линии оказалась моя троюродная сестра Шерил а я ее голос легко узнал когда я все высказал этой дряни то она расплакалась и бросила трубку боже ей же под 50 и она страшная как атомная война да и сисик у нее вообще нет но то что это твоя троюродная сестра это вообще типа не проблема да ну типа как говорится дело семейное идиот так три четырех не хватает здесь серых не хватает хорошо значит Джонатан Жилет это смена Б колево алкоголик Юджин Уорд выиграл в батарее 45 тысяч долларов и возвращаясь призом домой похвастался новостью перед своими собутыльниками те ему сразу дали пизды да ну правильно избили Уорда похитили деньги говорится больше болтайте мошенница никаких преступлений здесь нет ну естественно он так подозреваемый сидит на коленях не замечая никого вокруг кажется мало лица руки вверх без резких движений значит накоканен точно фирьбах точно опа это нам такое надо клево так три подростка баулись и случайно прокинули стеллаж с дорогим коньяком мрадовец хотел их задержать но молодые люди его сильно избили схватили несколько уцелевших бутылок и скрылись под воротнем так фичбах с молодняком тут нормально будет так что тут двое подростков написали российские высказывания баллончикам на стене дома их заметили местные ребята поймали теперь сбивают толпой убьют ведь мальчишек не кожа не кожа так одного и вот так и вот так тут что поступило несколько жалоб на отделение банка его клиенты утверждают что именно там они получили несколько поддельных купюр в перемешку с настоящими это надо проверить так что тут нервозный мужчина сообщил что официантка пытается отравить его ядовитой жижей хрен с ним так блях атикусы надо помочь я думал это этот епископ так мистер бойт у меня серьезная проблема мой небоскреб нагрянула пожарная служба и взнесапной проверкой эвакуировал людей из здания по причине грубейших нарушений техники безопасности раньше у меня все было на мази но теперь там сменился главный инспектор и он отказывается договариваться я хочу чтобы вы отправили к нему в офис своих самых убедительных сотрудников пусть они разъяснят упрямым инспектору что к чему я каждый час теряю деньги не вопрос бомжи ха бить бомжей пока не сознаются полицейские вдалеке так подрусков бросают бутылку коньяка в их сторону да да быстро эти воздух чтобы они обосрались так нападение где-то отказаться отлично отлично это понятно отлично стоять во время любительского чемпионата по карточной игре подземелья ящерицы один из игроков который был на грани поражения выхватил но ни хрена обратил руку сопернику а затем схватил судью и начал требовать чтобы его объявили победителем объявляю победителем тебе бан 415 иду так иду на помощь один из рабочих стройки сообщил что его коллега пришел на работу пьяный и болезть управлять краном мужчина едва держался на ногах и вообще слабо понимал происходящее продавщица продавщица зоомагазина пожаловалась на неадекватного покупателя который долго стоял возле террариумов для змей а потом внезапно начал бить стекла и выбрасывать змей на пол рептилии должны быть свободными кричал покупатель распугавший всех остальных клиентов хорошо что у нас змеи не ядовитые так это завтра у меня тут по максимуму ну да залезть на кран и вышвырнуть вон из кабины просто вот сверху скинуть и все идеально женщина сообщила о драке в парке дерутся какие-то китайцы прямо на траве это представление каратистов дура тупорывая проезжая по дороге дальнобойщик заметил как вздерошенный мужчина в окровавленной рубашке тащил в лес рыдающую женщину со волосы он сразу хотел остановиться но потом решил что правильно будет поскорее доехать до телефона вызвать копов правильно делаешь сознательный гражданин естественно утренняя разминка в 9 часов вечера чего тут ветеран войны Азап Пикеринг поругался с соседом Альбертом Бэхэмом из-за того что тот оставляет мусор подъездом дороги к его дому развязалась драка в ходе которой мистер Бэхэм выхватил пистолет и открыл огонь он ранил соседа в бедро но тот сумел добежать до дома и через несколько минут вернулся оттуда с ружьем ну войнушка перестрелки продолжаются до сих пор шальные пули попадают в соседние дома один из таких выстрелов ранил несовершенную дочь Элис Хоуртон которая вызвала полицию правильно сделала сознательная гражданка на месте который указал надобойщик виден ведущий в лес след из крови по Тинорой два звуки опа на поляне лежит окровальная женщина на ней навис разделенный мужчина зажима застывший взгляд похоже он не в себе ой нахрен колыбельную ты колыбельную бля перестрелка чутенько так все завершаем наш день день 98 скоро юбилей будет день 100 так жилет не пришел сегодня на работу да я же тебя сразу же и уволил так отец снова да слишком устал да успокоились хорошо ну поехали ну где сватта женщина сообщила что застава ворона горячим у меня не раз пропадало нижнее белье что сушилось на улице после стирки а сегодня я увидела подростка на велосипеде который стащил с веревки мои любимые трусики и теперь спокойно катается неподалеку да может поражал просто мои любимые трусики какие трусики тебе наверное лет 70 и это не трусики а труханы парашюты так в закусочную ворвался наркоман который угрожая пистолетом потребовал отдать ему все наличные деньги из кассы он дважды выстрелил в потолок не вопрос это настоящая работа для полиции наше истинное призвание так молодая учительница в истерике сообщила что один из учеников принес школу бомбу этот мальчик всегда был слишком серьезный я подозревала что с ним что-то не так а сегодня когда ахмед закончил заходи в класс я слышал в призраке что-то тикает уволить тебя надо дура тупорывая убийство преград возьмем но нет это я не буду обращать внимание это потому что это бред файер школы так странный сверток колбы с трубками большая часть эвакуировали хер его знает может и настоящая тут че тренер спентер стал приставать клиентке за индивидуальными занятиями и получил несколько пощечин озверел и стал срывать девушки одежду ни хера себе так увидев полицию подозреваемый схватил женщину и направил пистолет на стража закона зачем попытаться давай бросай оружие так к служебному выходу выстрелить ему в спину и все на кой черт мне пытаться сохранить этих уродов так че такие кайты о пошла работа пошла работа работенка новенькие часы чтобы похвастаться перед друзьями а училка уже его хотела копом знать пиздец просто пиздец увидев полицию мистер Нэттлс так отпустив девушку и стал пятиться к раздевалке все в порядке мы просто дурачились посмотрим камеру тренер бросается к твоей сумке достает оттуда пистолет просто уходить и ничего не было огонь подождите Джон Уиттман медленно так голосом сообщил что к нему в окно пытались справиться 10 мужчин но делали это одновременно и застряли мне чертовски смешно и страшно так похоже на мультик ага мультик так в магазине игрушек ребенок начал капризничать и требует чтобы ему купили поезд мать сначала стала орать а затем со всей силы лупить мальчика в полицию обратился сотрудник магазина который утверждает что женщина пьяна или под веществами не дает себе отчет она может навсегда покалечить мальчика это не мое это дело пускай воспитывает е-мое реально попиздило так попиздило так в салон зашел недовольный клиент с бейсбольной битой и начал крушить автомобили выставленные на витрине я купил здесь новенькую тачку но она через месяц заглохла и мне отказали в сервисе кричит мужчина менеджер салона попытался вмешаться но тут же получил битой поговоре ситуация накаляется поступило анонимное сообщение в подсобке кофейни хранится кокаином не давайте так пускай молодняк поедет я лету не хочу просто так дергать вори кнауэр безэмоциональным голосом сообщила что кто-то убил ее мужа и всем на это нам плевать его только что закопало в землю вы понимаете почему никому не доделала до убийства это же ваша работа депрессия так коти просит помощи я понял ванном зале кофейни ничего подозрительного парашки сидят за столиками болтают официанты остановят за стойкой стоит мускулистый бармен ага так кофе и пирог пожалуйста ага бармен швыряет копов кофейник выхватывает из постойки пистолет стреляет на поражение и все два парня пытавшись пройти в ночной коп не поделили место в очереди устроили драку охрана вмешиваться не собирается уволить охрану на кой черт они деньги свои получают стоят просто так нам для вида да это тоже неправильно идеально ну да просто была в шоке линда хилл сообщила что соседка тамара посток да поругалась упругом во время ужина схватила кухонный нож и ударила в шею пиздец что в этой игре происходит ей совсем сорвало крышу она включила газ и собирается поджечь квартиру вместе с собой детьми арестовать так один из участников драки выхватил бутылку с пивом наблюдавшего мужчины разбил ее о стену выражился осколком соперник схватил его рукой за горло и что-то орет успокоились ага в шоке в шокером и все никаких вопросов шокеры перцовые баллончики пистолеты это в этой игре лучший способ решить все проблемы шестеро молодых людей пинали мяч и разбили витрину магазина продавщица которая продавца который вышел разбираться с хулиганами мужчины избили затем продолжили спокойно играть очевидец заметил что у одного из игроков был пистолет ну ни хера себе давайте-ка мы тоже поиграем в футбол подавай так на кухне на поле лежит труп мужчины а рядом без сознания женщина со спичечным коробком в руках стоит резкий запах газа понял так открыть окно ага в комнате раздается детский плач выломит дверь вывести детей на улицу да два иностранца пьют свертное на лавочке в парке и громко поют песни по-болгарски прохожим которые делают им замечания они показывают средний палец и все сидят и поют я из-за этого должен реагировать не согласен офигеть я ненавижу эту игру не на самом деле игра-то крутая объявить мертвым элиту прослав день номер девяносто девять ну а на этом мы с вами закончим спасибо ребят за просмотр с вами как всегда был видеотекарь оцениваем комментируем подписываемся благодарю всех за поддержку не забывайте рекомендовать канал друзья увидимся в следующих сериях всем пока